Здравствуйте! Это новости Дагестана, в студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема. Помощь малоимущим в Буйнакском районе около 300 человек получили меры господдержки. На что пойдут средства, расскажем через несколько минут. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пыталась украсть чужого ребенка в Махачкале неравнодушные прохожие. Вместе с полицией задержали подозрительную женщину. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кредитная зависимость жителей региона за последний год взяли в банках более 80 миллиардов рублей. Подробности сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жители Дербента с жалобой на незаконное возведение восьмиэтажного дома по улице Гагарина, 17, обратились к депутату Госдумы России от Дагестана Артему Бычаеву. Парламентарии вместе с главой города Рустамбеком Пермагомедовым выехали на место незаконного строительства многоэтажного дома. Главный архитектор города Иса Магомедов рассказал, что ранее компанией «Капиталстрой» был построен семиэтажный дом по адресу улицы Гагарина, 11. На данный объект в 2016 году было выдано разрешение на строительство. Жители многоквартирного ветхого дома по улице Гагарина, 17, были переселены в построенный дом. И потом появилась бумага, копия с копией разрешения на строительство под тем же номером, что и разрешение по адресу Гагарина, 11, но с другими реквизитами. Но тут есть ряд моментов касаемо этой бумаги. Например, вот я ранее упоминал, что 31 октября было только получено заключение экспертизы на восьмиэтажный жилой дом, а разрешение, представленное копия с копией, она от 1 октября. Просто априори это просто не могло быть. Кроме того, параметры, указанные в этом разрешении, есть ряд параметров и пунктов, которые совпадают с разрешением Гагарина, 11. Некоторые графы даже не были изменены. То есть в экспертизе этого дома другой параметр этажа, у этой копии разрешения параметр этажа от того дома. Суть в том, что нормативно три этажа им никто не запрещал это осуществлять. То есть тут именно есть желание получить возможный максимум и любыми путями. Я русским языком сказал, что мы так не отпустим. Если нет, значит отдадим в Следственный комитет следующее заявление, по сути, на мошенничество. Это же явно подделка документов. Я могу сказать, что со своей стороны я вас до конца буду поддерживать. Мы на стороне жителей города Дербента, потому что Дербент это жемчужина все-таки России и мира. В Махачкале местный житель и сотрудники полиции пресекли попытку похищения ребенка. Неподалеку от магазина на проспекте Мама Шамиля шли два мальчика 6 и 9 лет. Проходившая мимо женщина взяла младшего на руки и пошла дальше. Старший брат обратился к очевидцу и попросил помочь вернуть брата. Как выяснилось позже, уже в отделе полиции, куда доставили жительницу селения КК Ахтынского района, женщина имеет психическое заболевание, недавно находилась на лечении. Вероятно, по этой причине она решила, что это ее ребенок. Полицейские вызвали в отдел специалистов из психоневрологического диспансера. Женщину забрали, она помещена на длительное лечение. А накануне вечером в Махачкале 25-летний местный житель совершил наезд на человека, переходившего проезжую часть по пешеходной дорожке. В результате от полученных травм скончалась на месте 19-летняя девушка из Карабудахкенского района. Водитель задержан, возбуждено уголовное дело. Ситуация с коронавирусной инфекцией в Дагестане стабилизируется. Об этом сообщил в Рио министра здравоохранения Татьяна Беляева. По ее словам, за последнюю неделю количество госпитализированных сократилось, но темпы и объемы тестирования не снижаются. Мы возвращаем в профильный режим работы койки тех больниц или тех непрофильных учреждений, которые были дополнительно развернуты. Так мы, держа в запасе 240 коек Республиканской клинической больницы, не переводили их в режим инфекционного профиля. И фактически сегодня отделения, расположенные на двух этажах Республиканской клинической больницы, работают в своем штатном режиме. В больницу восстановительного лечения мы завершаем прием пациентов, работаем только на выписку, для того, чтобы учреждение по окончанию госпитализации пациентов перешло в обычный режим работы. Подключившаяся к оказанию медицинской помощи городская клиническая больница номер 3, негосударственное учреждение, в котором мы разворачивали 150 коек, сегодня 50 коек этого учреждения также вернуты в обычный режим работы. Однако в Республиканском центре инфекционных болезней на сегодняшний день на лечении находится порядка 40 детей. Их состояние оценивается как средне-тяжелое и тяжелое. Врачи призывают не расслабляться и продолжать соблюдать меры предосторожности. Симптомы у детей такие же, как при банальном ОРВИ. То есть может начаться с повышения температуры, иногда до субфибрильных цифр, иногда до 39-40 градусов. Ребенок может стать вялым, отсутствие аппетита, появляется кашель. При этом призываю родителей, чтобы незамедлительно ставили известность участкового врача-педиатра, чтобы педиатр пришел домой и осмотрел ребенка. И чтобы дома не занимались самолечением. То есть своевременное обращение к специалистам может повлиять на исход течения заболевания коронавирусной инфекцией. Дагестанцы за прошлый год оформили кредитов почти на 89 миллиардов рублей. Об этом сообщает региональное отделение Национального банка. В сообщении сказано, что положительная динамика кредитования связана в том числе с ипотекой, доля которой составила 31% от общего объема займов. Это в полтора раза больше, чем в предыдущем году. Также выросли банковские вклады жителей Дагестана. Они увеличились с прошлого года на 8% и достигли цифры 127 миллиардов рублей. В республике планируют улучшить жилищные условия 249 дагестанцев, участвовавших в афганских событиях. В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в рио-председателя правительства Республики Абдул-Муслим Абдул-Муслимов встретился с ветеранами афганских событий. В этом году в региональном бюджете на улучшение их жилищных условий предусмотрено почти 420 миллионов рублей. Кроме того, на 8 тысяч рублей увеличен размер дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения членам семьи ветеранов боевых действий, погибших в период прохождения военной службы на территории Афганистана. Трое жителей Буйнакского района открыли собственное дело на средства соцконтракта. В прошлом году учреждения соцзащиты Минтруда Дагестана в Буйнакском районе заключили с гражданами около 300 таких социальных контрактов. В какой бизнес вложились дагестанцы и как продвигаются их дела узнавала Асэр Манапова. Удобная? Удобная вообще. Мечтала. Мечтала о такой печке. Мечты сбываются. Написат Магомедова давно хотела заняться выпечкой, но из семейного бюджета выделить средства не получалось. Лишних денег не было. Доходы из семьи небольшие. Получить адресную поддержку семья Магомедова смогла благодаря социальному контракту, который Написат заключила с управлением социальной защиты населения в Буйнакском районе. От подачи заявки до получения денежных средств прошло около двух месяцев. Еще неделя на закупку всего необходимого. Часть своего дома женщина переоборудовала под кондитерский цех. Но отсутствие персональной техники и сырья для современной выпечки не позволяло ей принимать заказы от сельчан. На полученные средства я приобрела вот Унакс параконектомат, два холодильника и миксер. А жители села Казанища и Рожапы Казаматов на средства соцконтракта удалось полностью оборудовать и открыть собственную кофейню. Сотрудники соцзащиты проконсультировали и помогли мужчине расписать бизнес-план. Услышал через знакомых, что есть такой контракт. Как раз таки мне вот здесь и не хватало средств, чтобы запустить кофейню. Благодаря им они как бы помогли, все быстро сделали. Вот пришлось за эти деньги купить кофемашинку, кофемолку и витринный холодильник. Магомед Халимбеков из села Кадар заключил социальный контракт на ведение личного подсобного хозяйства. Участие в проекте позволило мужчине обзавестись крупным рогатым скотом, закупить корм и обустроить коровник. В планах Магомеда увеличить поголовье и приступить к изготовлению собственной молочной и мясной продукции. Хочу раздать огромную благодарность Минтру Дагестана за оказание такой нам помощи. Вот купили корову. Все необходимые для дома молоко, сыр, сметана, все то, что надо есть. Всего на мероприятие по выходу из тяжелой жизненной ситуации с малоимущими жителями в Буйнакском районе было заключено 64 соцконтракта. На ведение личного подсобного хозяйства в проекте приняли участие 83 человека, а также 83 на реализацию собственного бизнес-плана. Финансирование было вовремя. Деньги получили граждане через месяц после подписания социального контракта. Уже приступили к работе и мы уже видим результаты этих работ и по отчетам, и по выездам. Люди довольны. И в этом году у нас даже больше обращения. Люди поняли, что это осуществляемая деятельность. С начала этого года в управление Центра занятости населения уже обратились около 300 человек. Все заявления приняты, рассматриваются. На сегодняшний день по 20 из них уже вынесены положительные решения на заключение соцконтрактов. И, возможно, в ближайшем будущем еще несколько дагестанцев смогут дать старт своим бизнес-идеям. Асер Манапова, Дауд Гасанов, Новости, ННТ, Буйнакский район. Более 220 миллионов рублей выделены из республиканского бюджета на замену старых лифтов в этом году. Такая сумма включена в региональную программу по капитальному ремонту домов. В ее рамках планируется заменить 53 лифта в 18 многоквартирных домах Махачкалы. Все они уже отработали свой срок службы – 25 лет. За последние 7 лет в республике заменено 360 лифтов. При указанных темпах государственной поддержки в ближайшие 2-3 года планируется обеспечить замену всех лифтов в многоквартирных домах, которые отслужили свой срок службы – 25 лет. Международный день книгодарения отметили в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова. В том, что выражение «книга – лучший подарок» не теряет своей актуальности, убедилась Маленька Курбанова. Дарите книги с любовью. Книжный праздник объединяет любителей чтения всего мира. В этот день в любви Национальной библиотеки признались писатели, музыканты, школьники, книгоиздатели и книжные магазины. Сегодня у нас в нашей библиотеке большой праздник. Праздник книгодарения. Признание любви в книге. Вы знаете, это ежегодная наша акция, которая продолжается с 2002 года. Мы в этот день собираемся, приглашаем наших библиотекарей с муниципальных образований и делаем им такие вот большие красивые подарки в виде книг. Заранее мы собираем эти книги. Нам дарят книги как издатели, так и авторы, поэты, писатели. Приносят свои книги в дар к нам. Всего в дар библиотеки преподнесли более 500 книг. Художественно-историческая, научно-популярная и детская литература. Комплекты пополнят фонды маленьких сельских библиотек, которые нуждаются в обновлении. Зачастую книжные фонды и состояние библиотек, расположенных в селах, оставляют желать лучшего. Отчасти из ситуации выходят подобными акциями. И с каждым годом День книгодарения становится все актуальнее. И, как отмечают библиотекари, возвращается мода на чтение. Это наша любимая традиционная акция, которая каждый год проходит на нашей любимой национальной библиотеке имени Расула Гамзатова. И Союз писателей всегда принимает активное участие. И отдельные писатели, и сама организация. Вчера мы еще приготовили 8 пачек книг нашей дагестанской литературы на всех языках наших знаменитых, известных писателей. Ежегодная акция, еще раз напомнила, бумажная книга, вопреки современным технологиям, остается желанным подарком. И никакая электронная версия ее не заменит. Вознесся высший он главой непокорный Александрийского столпа. Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире, мой прах переживет. И тление убежит, и счастлив буду я. Да коль в подунном мире жив будет хоть один пиит. Малика Курбанова, Нурмагомед Магомедов. Новости ННТ Махачкала. Тэквондисты Радик Исаев и Патимата Бакарова – медалисты международного турнира Turkish Open, который состоялся в Анталии. В составе сборной команды Азербайджана Исаев завоевал награду высшей пробы. Олимпийскому чемпиону Рио-де-Джанейро не было равных в категории до 87 килограммов. На своем пути он одолел представителей Турции, Южной Кореи, Узбекистана и России. А бронзовая медалистка Олимпиады в Бразилии Патимата Бакарова стала в Турции третьей, весит до 53 килограммов. В Каспийске стартовал муниципальный этап школьной футбольной лиги. В борьбу за звание чемпиона города вступили учащиеся с 5 по 8 классы. Это лучшие команды 15 общеобразовательных учреждений. На первом этапе в каждой возрастной категории выявлены финалисты. Матчи за золотые медали пройдут 26-27 февраля. Победителей представит Каспийск на республиканском этапе, где встретятся сильнейшие команды со всех муниципалитетов Дагестана. Школьные футбольные лиги создаются на базе общеобразовательных школ в рамках четырехстороннего соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола. Лиги созданы на базе 400 школ республики. Футболу в этом году уделяется большое внимание. Помимо школьной футбольной лиги с нового года будет внедрена в все школы модуль футбол. Для развития спорта в целом и для развития футбола это очень круто. Сегодня ребята помимо игры в футбол здесь могли новые знакомства для себя обрести. Вряд ли у них такая возможность была, если бы не спорт, со всего школ, со всех 15 школ города с детьми пообщаться. Время оно быстро лететь. Будут они когда-то вспоминать эти позитивные мгновения. В условиях конкуренции проверить себя, выявить лучшего, обрести друзей. Это очень здорово. Это была последняя информация в этом выпуске. Я прощаюсь с вами. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok